Всем привет, дорогие друзья! С небольшим опозданием записываю видео по матчу Оренбург-Локомотив. Матч просто потрясающий для стороннего зрителя, очень веселый, очень интересный. Локомотив вообще сейчас играет очень интересно, Оренбург тоже особо не сидит в обороне и ищет обычно счастье у чужих ворот, поэтому игры Локомотива с Оренбургом, они в принципе получаются очень интересными. У нас и в Кубке была игра на 3-2, у нас и в чемпионате вот победа Локомотива со счетом 4-2. В общем, торжество атакующего футбола, такое смотреть интересно, такие команды привлекают к себе внимание. Думаю, на самом деле то, что болельщиков у Локомотива за этот сезон станет, ну, достаточно сильно больше. И не только потому, что результаты довольно приятные, и мы идем в тройки с небольшим отставанием от лидирующего Зенита в 2 очка, но и потому, что Локомотив играет хорошо, Локомотив играет весело, Локомотив много забивает, и забивают молодые русские ребята, что для многих болельщиков на самом деле немаловажно. И вот перенеситесь мысленно на 20 лет назад, в 2004 год, когда в Локомотиве творцы чемпионства, это Дмитрий Сычев, Марат Измайлов, Деньяр Беллидинов. Да, мы все прекрасно помним, что именно вот эти футболисты привлекали внимание к Локомотиву, и я, наверное, еще даже там, не знаю, лет 5-10 назад, когда выходил на всякие коробки, встречал людей вот в футболках Дмитрия Сычева, Марата Измайлова. Реже Деньяра Беллидинова, наверное, потому что фамилия очень длинная, но вот Сычев и Измайлов просто постоянно. И многие люди начали болеть за Локомотив именно потому, что начинали болеть за Дмитрия Сычева, за Измайлова и за других русских ребят, которых в Локомотиве всегда было много. И вот сейчас Локомотив, по сути, повторяет путь того самого Локомотива, где лидеры — это вот обычные ребята со двора, с Академии, из Академии, и это очень приятно наблюдать. Вот, но, как всегда, это бывает игра, которая интересна для стороннего зрителя, для болельщика и для главного тренера. Это, конечно, ну, невероятный валидол, головная боль, и хочется, чтобы таких матчей было как можно меньше. Вообще, эта игра меня мысленно перенесла на год назад, ну, чуть больше, чем год, в лето 2023 года, когда таких матчей у Локомотива было много. Тут и погосно в Центре обороны, да, последний раз он играл как раз в летном 2023 года, и вот я думаю, что многие помнят эти матчи с ЦСКА, это матч с Крыльями Советов, матч с Факелом. На самом деле, ну, просто один в один по количеству моментов, которые возникали у наших ворот. Я не хочу все связывать именно с именем Погосного, но вот именно вайп игры был вот откуда-то оттуда. Единственное отличие — это то, что в матчах там с Крыльями Советов в ЦСКА Локомотив не отвечал своими атаками на атаки соперника. Здесь все-таки было так, что да, у наших ворот очень много создается, неприлично много, но и у чужих ворот там каждые 15 минут, в каждую 15-минутку можно найти 1-2 прям супер-голевых момента, в которых Локомотив должен был забивать, но по каким-то причинам не забивал, ну или забивал. Соответственно, собственно, мы 4 гола забили и выиграли этот матч. Так что, ну, моментов было много и Локомотив их реализовывал, что приятно. Но, конечно, по качеству игры этот матч хуже всех предыдущих и, ну, наверное, стоит для меня примерно на одной планке с матчем с Динамо, но по факту даже Динамо столько не создавало, сколько создал Оренбург. Именно вот таких вот опасных моментов, не как Краснодар, да, у которого, которому мы помогли забивать голы, не как там другие команды, у которых, там, не знаю, Акрон, который забил нам 2 гола, но по сути у него было 2 момента, они 2 момента реализовали. И эти 2 момента, это удар там Эльдарушева с невероятного угла. Да, это конкретно моменты, в которых Оренбург обязан был забивать, он забил и еще несколько не забил с очень явных возможностей для того, чтобы забить, да, там штанга была, там удар с полутора метров, каким-то чудом мяч просто миновал наши ворота. Ну, в общем, были моменты, они тоже возникали, и вот таких моментов не должно быть, когда нам бьют из штрафной площади, из вратарской площади. Вот матч из Динамо такое было, что нам вот именно били из очень опасных зон и забивали, и не забивали в том числе. И вот в этом матче такое было. Здесь, наверное, надо искать причины в паузе на сборной. Все-таки уехало очень много народу, 12 человек. Один из них потом не вернулся, это Марио Митой. У меня вышло видео на канале с обзором трансферов Локомотива. Если не смотрели, если не знаете мое мнение по уходу Марио Митой, то обязательно посмотрите. Но суть в том, что 12 человек это много, да? Не все из них прям супер основной состав, но это все равно очень много. И Локомотив в перерыве тренировался, ну, по сути, молодежью, людьми, которые приехали из Беларуси, из Арсенала Дзержинска, там, Мартынов из БТ. Ну, в общем, по большому счету, да, у нас же еще в молодежку уезжали, Раков с Радиковским. По большому счету, собраться получилось там только во вторник-среду. И это команда, которая несколько тяжелых перелетов испытала. Все-таки во Вьетнам лететь довольно далеко. Ну, в общем, какие-то связи игровые потерялись. Ну, и, конечно, ну, я много раз об этом говорил. Вы мне не верили, но без Жени Морозова, вот, по крайней мере, пока Сесар Монтес еще не вольется в наш состав, без Жени Морозова нашей обороне играть тяжело. Ну, просто по факту, да. Собственно, наши худшие как раз игры по игре в обороне, на мой личный взгляд, Динамо и вот этот матч с Оренбургом, это как раз вот игры без Евгения Морозова. Потому что, ну, вот мячик сквозит по нашей штрафной, и никто его не может выбить. Погоснов пытается выбить, но лучше бы до мяча он не касался. Просто бы хотя бы стояло рядом с игроком соперника, который бьет по мячу. Морозов очень активный. Морозов активно помогает и атаки. Морозов очень много перемещается внутри своей штрафной, много мячей выносит. И, ну, вот я думаю, что этот матч показал всем скептикам, всем хейтерам Морозова, что, ну, пока мы без него играть, ну, не совсем готовы. Я не хочу вешать все на Погоснова, потому что моменты, которые, в которых Погоснов налажал, это не просто те моменты, в которых, знаете, мяч летел 50 метров и ничто не предвещал, а Морозов взял и косякнул. Нет, там Оренбург вынуждал Погоснова ошибиться. Это были проходы по флангу. Очень у нас левый фланг обороны просто сквозил. И Тикнезян не помогал. Потом на второй тайм вышел Вадим Раков. Он как-то вроде помогал, но все равно оказывалось то, что раз за разом получалось доставлять мяч и создавать численное преимущество у Оренбурга на этом фланге. Из-за этого передачи шли, шли и шли. И, да, если посмотреть на то, как забивается второй гол, вот можно посмотреть, например, как Сильянов отреагировал на все происходящее. Где Сильянов находился, почему он там находился, почему он не попытался прибежать в штрафную и помочь Погоснову. Ну или хотя бы кто-нибудь, почему не прибежал в штрафную и не помог Погоснову. Это, конечно, большой вопрос. Но и снимать вину с Погоснова тоже, ну, довольно странно, учитывая, что в обоих голах все-таки Погоснов принял самое деятельное участие. И второй гол, я думаю, в копилку мемов с участием Локомотива, да, когда там после удара Луки Джорджевича пятой точкой мяч из ворот выносили и всякое прочее, он плотно войдет. Ну, отбивать мяч головой лежа на линии ворот – это, ну, странная идея. Все-таки, наверное, мне кажется, разумнее попытаться подняться с газона и как-нибудь мяч перекрыть. Собственно, вот в моменте, когда Лука Джорджевич не забил, случилось именно это. Человек поднялся и попробовал заблокировать ту точку, куда может прилететь мяч. Вот. А Погоснов решил, что он змея. Ну, не суть важна, да. Главное, что проблема была не столько в индивидуальностях, как в матче с Краснодаром, где именно индивидуальные ошибки все предрешили, а систематичные. И над этим нужно будет очень много работать, потому что, ну, дальше пари НН еще окей, да, можем справиться на индивидуальном мастерстве. А вот потом Спартак. И здесь без системной обороны не обойтись. Но хорошо, что перед Спартаком у нас две игры. Это Химки и пари НН. И это как раз матчи, в которых можно попробовать встроить Сесар Монтеса. И уже матч со Спартаком будет для него третьим. Да, уже более-менее как-то сможет прочувствовать команду, сможет игровой тонус получить. Потому что у Сесар Монтеса сейчас с игровым тонусом-то не очень хорошо. У него матч с Новой Зеландией за сборную. Прямо скажем, я смотрел хайлайты этой игры, расширенные там почти 15 минут. Да, там Новой Зеландия как-то напрягала, но все равно, сами понимаете, что Новой Зеландия и Спартак это команды разных весовых категорий. Ну и 45 минут в Сегунде, где его поменяли после того, как команда продолжила ошибаться примерно так же, как ошибалась в Ла Лиге. Короче, игровой тонус Сесар Монтеса сейчас оставляет желать лучшего. Эти два матча для него будут очень хорошим подспорьем. Я уверен, что уже с Химками мы должны на него посмотреть. И это будет очень интересно. Но главное, да, то, что мы по-прежнему в гонке. Мы по-прежнему имеем больше двух очков за игру. В этом сезоне, я думаю, что двух очков за игру для чемпионства не хватит, потому что большое количество команд идет по этому графику и, соответственно, имеет все шансы на то, чтобы набрать 60 и больше очков по окончанию сезона. Очень большой разрыв между сильными и слабыми мира сего. Ну и плюс, ну, все-таки некоторым командам, по крайней мере, по началу сезона очень сильно сопутствует везение. Краснодар вырывает очки там, где не должны эти очки получать. Динамо вот на 92 в очередной раз спасается после очень посредственной игры, где могли получать еще и еще. Зенит с ЦСКА вырывает победу по факту не наиграв на нее. Ну, это ЦСКА, они не первый раз проигрывают в матчах, в которых как минимум заслуживают ничьей. Но факт остается фактом, то, что много команд набирает много очков и Локомотив в их числе. Да, говорил в прошлый раз, что у нас чуть полегче календарь, наверное, чем у других команд, но все равно у нас будет матч с Продоком, все равно у нас будет матч с Зенитом, в которых будет тяжело. И, соответственно, очень хорошо, что мы набираем много очков как раз в матчах с командами из нижней половины. И матч с Оренбургом один из таких матчей. Конечно, нельзя не отметить в очередной раз Алексея Батракова. Если мы говорим про то, что команда вернулась из Вьетнама, она там, не знаю, немножечко растренирована, забылись игровые связи и все такое, то Алексею Батракову как будто абсолютно плевать, что он ездил, летал во Вьетнам, не сыграл ни минуты, вернулся обратно. Просто вышел первый гол потрясающе, поймал мяч на ногу, пустил его в дальний угол. Второй гол, да, там отмечаем, что Воробьев классно сыграл и скинул Батракову, но и без этого тоже Батраков здорово нашел свой момент, здорово нашел свое место на поле, куда может прилететь мяч и спокойно, хладнокровно эту попытку реализовал. В общем, ну парень вообще не... Ну, забрался на этот уровень, как будто не заметил. Помните, я вам в прошлом сезоне говорил о том, что одно из уникальных качеств Батракова, это то, что каждый раз, когда его ставили на уровень выше, ему требовалось, ну, буквально там 3-4 матча для того, чтобы к этому уровню привыкнуть, и потом все, он лидер и он божит на нем, да, так было в Академии, так было в ЮФЛ, так было в молодежной лиге, ну и вот, собственно, РПЛ ему точно так же покорилось, даже если прямо сейчас Алексей Батраков, ну, не знаю, перестанет вообще забивать, отдавать голевые передачи, у него все равно 5 плюс 5, и это шикарнейший результат для стартового сезона, ну, очень мало 19-летних футболистов, которые в стартовом сезоне делали больше, чем 5 плюс 5, а у него еще весь чемпионат впереди, ну, тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, что Леша продолжит нас радовать своими голевыми свершениями, голевыми передачами, и здесь он 2 гола забил и отдал минимум 3 передачи на гол, которые этим самым голом не завершились, потому что партнеры не поддержали стараний Алексея Батракова. Интересная деталь, то, что во втором тайме вместо Наира Текнезяна, который, ну, мягко говоря, не самый хороший матч провел, да, он постоянно оголял свой фланг обороны, Сильянов был вынужден в одиночку сражаться против нескольких нападающих Оренбурга, ну, и впереди Наир тоже не сказать, что как-то очень хорошо и полезно помогал, Наир может лучше играть, мы это уже видели, в том числе в этом сезоне, вот, поэтому замена на 45-й минуте была абсолютно закономерной, но обычно выходил Сергей Пеняев, в этот раз вышел Вадим Раков, и, ну, возможно, Галактенов держал в голове то, что прошлый матч против Оренбурга на этом синтетическом газоне у Ракова получился просто шедевральным, он там, по сути, поучаствовал во всех трех голах, ну, и в этом матче, да, у него был момент, который он запорол, когда ему Сергей Пеняев выкатил тоже вот примерно под выход 1 на 1, и он, ну, как-то слабо и корявенько пробил по центру, но, кроме этого, у Ракова заработанный пенальти, да, это именно на него шла передача в борьбе с ним, Малых сыграл рукой, и, собственно, потрясающий момент уже с четвертым голом, где он выдержал, ну, просто мхатовскую паузу, будем говорить, штампами, и выкатил на Сарвелли, которому оставалось просто в пустые ворота мяч вкатить, и забить свой первый гол, да, ну, когда прошла вот эта передача от Сергея Пеняева на Вадима Ракова, и тот стоял перед вратарем, ну, казалось, ну, чего ты ждешь, чего ты ждешь, давай, бей уже, давай, решай этот момент, а он выждал, когда Сарвелли прибежит и просто выкатил ему мимо вратаря, ну, это гроссмейстерски, да, это показывает то, что у парня, ну, вот этот вот период, когда у него глаза по 5 копеек, и хочется как можно быстрее там вдарить поворотом, и как можно быстрее реализовать момент, он проходит, и включается уже мозг, включается уже некая игровая мудрость, которая вот у Батракова, она с нулевой минуты присутствовала, как только он вышел на газон там в прошлом сезоне, вот у Вадима Ракова с этим, ну, есть проблемы, он немножечко суетится, он немножечко выбирает, ну, решение попроще и побыстрее, а не правильные решения, не мудрые решения, хотя Вадим Раков тоже очень тонкий игрок, и может голевых передач отдавать очень красивых и очень много, так что ждем прибавления от него в этом компоненте. Сергей Пеняев вышел попозже, но тоже вышел здорово, и, по сути, и в третьем, и в четвертом голе принял самое деятельное участие, не знаю, записали ему голевую передачу на НМС, но предголевая передача на Ракова у него уже абсолютно чистая, так что этот матч был сильный со стороны Сергея Пеняева, надеюсь, что продолжит он в том же духе, ну, и в целом, да, локомотив юркий, маленький, быстрый, шебутной, выбегать в быстрой атаке, одно удовольствие, и в этом матче их было довольно много, жалко только не забиваем. Отдельно, наверное, стоит сказать про Дмитрия Воробьева, у которого был прекраснейший момент, созданный ему Алексеем Батраковым, не попал в дальний угол, был момент, который он создал себе сам, крутанул в дальнюю девятку, мяч облизал штангу, не попал в ворота, ну, и, конечно, не забитый пенальти, это, ну, честно говоря, мне кажется, что, в принципе, ошибка давать игроку бить пенальти против своей бывшей команды, ну, так или иначе, в этой команде знают, как бьет, как бьет Дмитрий Воробьев, даже если он там не был штатным пенальтистом, даже если Богдан Москвичев не играл непосредственно против Дмитрия Воробьева, но, как минимум, тренер по вратарям точно должен знать манеру игры Воробьева и подсказывать, что и как произойдет. Поэтому, ну, даже если Воробьев является штатным пенальтистом Локомотива, ну, против Оренбурга это неправильно давать ему бить, хотя, ну, наверное, он хотелось почувствовать уверенность, хотелось забить гол, но, тем не менее, вот этот момент нужно было прочувствовать и нужно было каким-то образом повлиять на бьющего пенальти в этом игровом моменте. Я не говорю, что Алексею Бутракову нужно было дать пробить и сделать хит-трик, что было бы совсем круто, но, как минимум, Вадим Раков был на поле. Вадим Раков шикарный пенальтист, он забивает примерно все пенальти, которые бьет, ну, надо проверить, но я не помню ни одного не забитого пенальти от Вадима Ракова, хотя бил он их довольно много. Ну, в общем, жалко, что Воробьев не забил. В этом матче мне понравилось, как играл Дмитрий Воробьев. Вот такой вот парадокс. В предыдущих играх неоднократно тоже все время вам говорил о том, что Воробьев играет не там, где он должен играть. Он играет очень близко к центральному кругу, он играет девятку, он играет на сохранение мячей, на попытке получить мячи после длинных забросов. Это не совсем его игра. В этой игре лучше смотреть на Тимура Сулейманова, для которого борьба на футбольном поле это стиль жизни, это стиль его игры. Дмитрий Воробьев должен получать мячи рядом с чужой штрафной. И вот в матче с Оренбургом он получал мячи вот именно вот в таких вот зонах, и из-за этого у него как раз и были возможности для того, чтобы забивать. Он бил поворотом, два отличных удара, но чуть-чуть не повезло, чуть-чуть не попал. Ничего страшного, гораздо лучше, что он в принципе бил, и что в принципе у него эти моменты есть. В следующем матче обязательно забьет. Мы видели, что он умеет решать эти моменты, у него хорошие плотные удары. Вот. И момент внутри штрафной, где он отлично разобрался и скинул мяч на Батракова. В общем, ну, у него 3 плюс 3 в 8 матчах. Это на самом деле очень даже неплохой результат. И в этом матче могло быть там 4 плюс 3. И тогда все бы возносили Воробьева и говорили бы, вот мы какого классного нападающего зацепили. А так он 1 гол не забил и теперь его все костерят. Это неправильно. Матч он провел хороший. Я надеюсь, что он продолжит играть вот именно в этом духе и продолжит искать счастье у чужой штрафной. В середине поля, ну, мы должны какие-то другие варианты находить, чтобы выходить в атаку, не подключая Дмитрия Воробьева. Да, вот как-то так я это вижу. Ну, посмотрим, как будет в дальнейшем. Потому что на самом деле, ну, большая задача для Галактионова, как внедрять Цесаро Монтеса. Монтес плюс не МС или это все-таки будут какие-то модели с тремя центральными защитниками. Все это нужно тестить, нужно смотреть, потому что, ну, на бумаге Монтес плюс не МС не выглядят какой-то железобетонной крутой обороной. Да, это две больших шпалы, не очень скоростных, не очень юрких, но отлично борющихся вот в контактном футболе и на втором этаже. Как будто все равно к ним нужен либо Морозов, либо Фасон, когда поправится. Ну, имея такое количество хороших центральных защитников, а я все равно уверен, что и не МС и Морозов это хорошие центральные защитники, как и Монтес. Ну, как будто бы разумно пытаться играть с тремя центральными. Ну, это все на будущее и на головную боль Галактионова. Надеюсь, что приятную головную боль, а не как то, что у него было перед Оренбургом, когда Морозов вылетел с мышечным повреждением после сборной и нужно понять, как нам играть. Либо Сильянова в центр ставить, либо Погоснова в центр ставить, который хорошо сыграл в Беларуси в товарищеском матче против Жодина. Гол забил и до этого в кубковом матче гол забил. Да, ну, типа, ну, вроде как заслужил парень сыграть в чемпионате. Но вот он вышел и, ну, мы понимаем то, что, наверное, нескоро мы увидим Погоснова в деле в следующий раз. Еще момент, который много вижу в комментариях, да, это то, что, ну, Оренбург довольно много создал и люди костерят локомотив, что вот оборона плохая, с такой обороной невозможно претендовать на высокие места и вообще, что довольно странно, учитывая то, что только в прошлом году Динамо до последнего тура боролась за чемпионство и им не хватило одного забитого гола для того, чтобы стать чемпионами. Вот, оборона у них ничуть не лучше, чем у локомотива сейчас и сейчас у Динамо оборона не лучше, чем у локомотива и в прошлом году она вот как раз примерно по таким же схемам играла Динамо, как сейчас локомотив мы забьем больше, чем пропустим. Вот, но тут наверное вообще не соглашусь с этим тезисом, просто потому что ну мы играли на выезде с Оренбургом, если вы посмотрите результаты Оренбурга у себя дома, то во-первых это вторая команда по созданным XG в домашних матчах, да, то есть они со всеми дома создают много матчей, они дома уже из Набинити сыграли и со Спартаком и с Динамо. Спартак это вообще одна из лучших команд по обороне, но им Оренбург двушечку вкатил и там тоже Спартак самым деятельным образом поучаствовал в том, чтобы пропустить голы в свои ворота. Ну и Динамо тоже чудом буквально в прошлом туре увезла хотя бы одно очко из Оренбурга. Это очень сложный соперник у себя дома и мы дважды с ними сыграли в Оренбурге и дважды увезли победу. Да, пропустили два, но зато и забили больше. Три и четыре как будто это важнее. Три очка в копилке, чем не дать Оренбургу вообще забить. Динамо вот не смогло с этим справиться, Спартак не смог с этим справиться, мы справились. Посмотрим, конечно, там еще как Краснодар и Зенит к ним съездят в гости. Возможно, именно в этих матчах Оренбург решит сыграть от обороны, но как будто бы не так страшно то, что мы пропустили от Оренбурга два гола, потому что мы на свои четыре мы тоже наиграли. Да, это не то, что мы то есть у Оренбурга было там, не знаю, восемь моментов, с которых они забили два, а у Локомотива было четыре момента, из которых все четыре забиты. Нет, и у Локомотива было там, не знаю, моментов восемь, чтобы забивать, а у Оренбурга, ну, кроме этих двух, наверное, еще парочку очевидных было. Так что, ну, как будто бы победа вполне закономерна, так что ничего в этом страшного нет. Гораздо хуже будет, например, если мы таким же образом сыграем с пари НН. Вот если пари НН у наших ворот создаст там на два ИКЖ и забьет два гола, вот это уже будет прям сильный тревожный знак. Но, мне кажется, что этого не будет. Да, посмотрим, что через неделю я скажу, может быть, я скажу, что я еще никогда так в жизни не ошибался, но мне кажется, что все будет в порядке и оборона у Локомотива все-таки вспомнит, как играть в футбол, как страховать друг друга, как бежать в штрафную, а не бежать из штрафной, как Сильяна в моменте со вторым голом. все будет хорошо у Локомотива, если мы продолжим забивать столько же, сколько забиваем и создавать столько же, сколько создаем. Но сначала Химки. Если мы обыгрываем Химки, то мы уже гарантированно попадаем в верхнюю сетку Кубка России, что позволит нам, ну, вообще уже экспериментировать с составом в оставшихся двух играх, выпускать молодежь, выпускать, там, не знаю, Дмитрия Радиковского, пробовать какие-то разные схемы, разные сочетания, что, конечно, очень сильно сыграет нам на руку в осенней борьбе в чемпионате, да, потому что сможем давать отдыхать лидерам там, где остальные себе этого позволить не смогут. Хотя, Зенит уже тоже обеспечил себе выход в верхнюю сетку плей-офф. Все, очень веселый матч, очень задорный матч. На самом деле, смотреть за локомотивом в этом сезоне кайфово, валидольно, эмоционально, но пока локомотив побеждает, пускай будет так. С вами был Тим, не забывайте подписываться на все, куда только можете подписываться, встретимся с вами в пятницу, полагаю, после матча с Химками, хотя, может быть, если там не будет ничего интересного, хотя, ну, ожидается выход с Романтеса, то, может быть, я не буду делать выпуска, но тогда после пари НН уже обязательно. С вами был Тим, еще раз, пока.